Улица Ленина. Основная транспортная магистраль центральной части города. Ранее эта улица называлась Советская. Переименована в 1970 году в честь столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина в улицу Ленина. А в Сильзите эта улица называлась Плаусус-Штрассе. Эта улица плавно переходит к Ленинградской шоссе. У немцев Кёнигсберг-Штрассе. С левой стороны, в начале улицы, мы видим сквер. В советское время здесь постоянно была установлена доска почёта. В этом красивом белом здании раньше была детско-юношеская библиотека. Сейчас здесь находится туристский информационный центр. Мы видим красивое крыльцо. А также здесь находится приёмная губернатора Калининградской области. Справа мы видим торговый дом под названием «Европа». А в советское время здесь, в полуподвальчике, было популярное кафе «Красный мак», где готовили очень вкусные пельмени. А слева мы видим небольшой треугольный скверик, в котором ранее находилась культурная композиция «Медвежонок с бочонком меда». Много лет назад в нашем городе был организован детский парк, куда и перенесли этого забавного медвежонка, где он радует глаз малышей и взрослых. Вот мы видим его сейчас в оседающем на новом месте. Мы видим небольшое двухэтажное здание. Когда-то здесь была детская поликлиника. Ныне это женская консультация. Евангелистка-Литеранская Кирха Креста была освящена 6 февраля 1911 года. Кирха представляет собой кирпичное здание, расширяющееся сбоку, с заостренными кверху темными башнями в неоготическом стиле. В церкви находился орган, а также существовала звонница из трех кулаковов. В результате боевых действий Первой и Второй мировых войн церковь не пострадала. С 1970-х годов в здании кирхи находился фабричный цех военного секретного завода «Радуга». Позднее была утрачена верхняя часть башни. Внутри и снаружи появились многочисленные пристройки и дополнительные помещения. На данный момент используются в качестве торговых и производственных помещений. В одном дворе напротив кирхи находится здание, также принадлежавшее секретному заводу «Радуга». Это ликвидированный ныне торговый центр «Вестер». В декабре 2011 года был установлен памятник велосипеду. Из достопримечательностей города Советска является православная церковь – собор трех святителей. Его строили более семи лет. Пятиугольный храм был освящен в честь православного праздника собора трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, который отмечается прихожанами 12 февраля. После Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде эта церковь стала второй по величине в Калининградской области. Ее видно со многих точек Советска. Церковь построена в византийско-русском стиле начала XIX века. Храм был заложен 5 мая 2000 года, а 4 ноября 2007 года его осветил митрополит смоленский и калининградский Кирилл. Его открытие приурочено к празднованию даты 200-летия Тильзитского мира. Настоятелем собора трех святителей является протоиерей Никифор Мельник. Строительство шло под его руководством. От закладки камня до сегодняшнего дня батюшка является его настоятелем. В 2013 году открыли памятник Байкеру. Вот об этой вилле по улице Форванного 3 хочется сказать отдельно. Она построена по проекту архитектора Гауэра в 1920 году. В советские времена здесь жил Петушков Иван Иванович, председатель партийной организации города Советска уже. Оставила себе очень добрую и хорошую память. Перед нами школа-интернат, которая была открыта 1 сентября 1956 года на базе областного педучилища, которое просуществовало всего 8 лет с 1948 по 1956 год. Здание учебного корпуса было построено в 1906 году для начальной школы города Тильзита. Первоначально в школе-интернате обучались в основном дети из многодетных и малообеспеченных семей Калининградской области. 1 сентября 1988 года школа-интернат была переорганизована в образовательную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1 февраля 2007 года путем слияния школы-интерната и детского дома «Искорка» была образована дом-школа. Решение о ликвидации детского дома было принято в связи с тем, что содержать учреждение, в котором менее 50 детей, нецелесообразно. Сейчас здесь размещаются начальные классы гимназии номер 1. А вот это здание спального корпуса школы-интерната. Во время войны практически было разрушено и восстановлено из руин в сентябре 1959 года. До войны в этом здании находился пансионат для престарелых. Дом бедняков в стиле неоготики построен в Тильзите в 1908 году. Ныне в здании размещается городская больница. Перед нами улица Ломоносова. После войны ее назвали улица Сталинградская. У немцев же она называлась Линдештрассе. Это одна из красивейших улиц города, состоящая в основном из домов довоенной постройки. Вилла Франка. Архитектурный памятник. Здание было возведено в 1887-1888 годах как частный дом для местного купца Франца Франка, получивший название Франша Вилла. Плоть до окончания Второй мировой войны особняк сдавался в наем, в том числе для членов евангелийско-литеранской общины, впоследствии чего дом получил второе название «Дом пастора». В послевоенное время в особняке размещался военкомат. После детский дом «Искорка». Сегодня дом находится в ведении Русской Православной Церкви. Безвозмездная передача особняка церкви вызвала неоднозначные реакции у городской общественности. Эксперт Белинцева порекомендовала использовать здание исключительно для создания музейно-выставочной экспозиции. В настоящее время особняк находится в запустении и постепенно разрушается. Духэтажная вилла Франка – это уникальное архитектурное сооружение с мансардой и живописным декором. Во внешнем облике здания со стороны города особенно выделяется угловая ротонда с высоким сферическим куполом, на вершине которого установлен шпиль. Оконные проемы на втором этаже украшены резными полуколонками и пилястры со вставками. Особой богатством летного убранства отличаются мансардные окна. В интерьере здания сохранилась первоначальная планировка помещений. Неофициальная вилла Франка является главной городской архитектурной достопримечательностью и самым красивым зданием в Советске. Как мы видим на старой фотографии, перед виллой стоял памятник. Ну, потом его смесли, конечно. Это здание с восстановлено барельефом Надежда, женщина с якорем. Когда-то это был немецкий дом. Потом его постигла участь несчастливая. Он сгорел. Долгое время стоял обоугленный. Потом его разобрали на кирпичи. И вот из этих кирпичей сделан первый этаж вновь отстроенного здания. Ну, уже второй и третий этаж из современного кирпича. Ну, получился вот такой симпатичный дом. Улица Ломоносова еще известна тем, что здесь, в одном из домов, в 1945 году поселилась семья будущей актрисы Светланы Светличной. Она училась в четвертой школе. Отец ее был первым комендантом Тильзита. Четырехэтажное здание с башенкой и многочисленными декоративными украшениями на фасаде построено в Тильзите в начале 20 века. В этом доме 17 декабря 1930 года в семье банковского служащика родился будущий киноактер Армин Мюллер-Шталь, посещавший в детстве Мервишскую народную школу, ныне средняя школа номер 4. Он лауреат многочисленных мировых кинонаград и номинант на премию «Оскар» в 1997 году. В послевоенные годы в здании размещалось общежитие Калининградского областного колледжа культуры и искусств города Советска. После закрытия колледжа в 2010 году красивое здание пустует, ветшает и все больше и больше разрушается. В 2007 году строение получило статус объекта культурного наследия местного значения. Тем не менее, этот статус не влияет на его сохранность и если не проводить ремонтно-реставрационные работы, об этом красивом здании будут напоминать только фотографии. Сейчас мы свидетельствуем, что здание неприглядно не только снаружи, но и внутри. Мы видим разбросанные книги, учебники, вскрытые полы. Обратите внимание, каким красивым и ухоженным было это здание до известных печальных событий. Перед нами красивое историческое здание средней школы номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов. Здание школы построено в конце 19 века, в 1893 году и является памятником истории и архитектуры. В Тильзите это была Мейервишская народная школа. В 1943 году переименована школа имени Иоганны Вольф, немецкая писательница и бывшая ученица школы. Во время войны здесь временно располагалось лечебное учреждение. Здание очень пострадало во время военных бомбежек. Подвалы были затоплены, печи разрушены, не было окон и дверей. Директор школы Павел Максимович Орехов привлекал к ремонту школы немецкое население. Сам ездил за партами в Затоп район, ныне Тославский район, поселок Городково. Эти дороги, поселки были еще заминированы, но, несмотря ни на что, в сентябре 1947 года школа приняла своих первых учеников.